Спонсор этого ролика онлайн-магазин steampay.com, где вы можете приобрести новинки игровой индустрии и многие игры со скидкой. Ссылка в описании. Эдэнтэн, друзья, с вами Схема Фэрэйдж. Первый сезон эпичных моментов в Battlefield завершился. И сегодня мы подведем итоги. Сегодня мы еще раз посмотрим на лучших из лучших. А затем вы выберите из них самого крутого и эпичного. Ссылка на голосование в описании. Сразу ставим лайк, поехали! Кандидат номер один. Бомбино-снайпер. И сейчас, наверное, будет что-то в его стиле, связанное со снайперской винтовкой. Куда он летит? Мы знаем, что это довольно-таки эпичный снайпер, у которого куча интересных фрагов. И вот удивит ли он нас в этот раз еще больше? Выстрелил? Выстрелил и попал! Семьсот двадцать один метр и возвращается в самолет! Молодец! Кандидат номер два. Мистер Зубик. И сюда он попал за свою безумную месть, за свою безумную ярость, которую он совершил в этот момент, когда его сбивают на вертолете. Как ты думаешь, что он сейчас сделает? Что он сейчас сделает? Ну, мстить пойдет однозначно. Хоп-хоп-хоп! Да ладно! Ладно, с пистолета! Серьезно, с пистолета! Не прицельно! Пацан шел к успеху и вполне к нему пришел. Кандидат номер три. Воу-бой HD. Мастер Ренде Зуки. И попал он сюда за свою исключительную оригинальность. Смотрим. Вот он выпрыгивает. А в руках у него М-320 под стволочка. Возвращается успешно в самолет и... Догорает противник. Кандидат номер четыре. Валиум. Сначала он замечает корову, выстреливает в нее и опрокидывает ее на землю. Бам! И возвращается обратно, да? Возвращается обратно. А тут же выпрыгивает. Не думая, совершенно не думая, прыгает на ударный вертолет и сносит его! И это ужас, летящий на крыльях ночи. Да! И вроде бы кажется, все закончилось, но нет, ему мало этого. Он сносит самолет! Кандидат номер пять. Икс Хо-Хо. Кандидат номер пять. Икс Хо-Хо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кандидат номер 6. Албар. Идет парень 18 на 9, ничего особенного, но тут в нем рождается Рэмбо. Ну или Чак Норрис, кому как больше нравится. И начинает свой нагиб он с убийства коровы и всех, кто в ней сидел. А продолжает убийством пехоты между контейнером и устремляется в раш. Кстати, на режиме раш. И он сейчас покажет настоящий раш. Как бы это маслом масляным не звучало и сырно-сырным. Тут же он вступает в схватку с танком, не дает в себя попасть даже толком и сносит его тоже. И 1200 очков у него. А в награду, награду получает целую толпу пехоты, которая даже не ожидает его сбоку. Да, и как не кстати, он практически всех выносит, но тут его вынуждают таки вылезти, покинуть свой излюбленный танк. Но он не останавливается и продолжает со снайперки, с пистолета. Да с чего угодно, он готов сейчас взять прям землю голыми руками, вырвать березку и нагибать прямо ей. И он пошел куда бы вы думали, конечно же на базу противника. Убивает всех тут случайных кемперов, которые засели за своими камешками, думая, что это для них надежное укрытие. Да его даже не видят, смотри, никто. Рэмбо? Что, Рэмбо? Да, тут разбивается какой-то непонятный уазик, что за водила там сидит. И никто не может убить нашего Рэмбо, а морал бары только он сам. Кандидат номер 7. Ридик. Вот он приближается к союзному бомбардировщику, его преследует сзади самолет. Что он будет делать? Он выпрыгивает прямо на крыло этого бомбардировщика, достает РПГ и минус преследователь самолет. Кандидат номер 8. Байстик. Выполняют эпичнейший трюк под названием Пигабу. Своего рода наш русский ответ понилайну, который сделал этот трюк самым первым. И Байстик и его команда доказывают, что у наших ребят тоже яйца здоровые и стальные. Прямо в самолет, в упор, в полете, с танка. Баба! По идее, пилот самолета после такого должен удалять батлфилд жесткого диска навсегда. Кандидат номер 9. Бритерианец. И это другой пример снайпера и тоже хорошего снайпера. Несмотря на то, что он не бежит вперед, не уничтожает соперников в лоб, этот товарищ весьма стратежен. И сейчас мы убедимся в этом. Он убивает пару противников издали и сейчас начинает шкериться, потому что он знает, что за ним придут. Убивает еще одного и продолжает шкериться. Но он не просто лежит где-то там на сошках, обратите на это внимание. Сейчас мы немножко перемотаем, но вы увидите, что он помечает своих будущих жертв. И спустя примерно минуту тактичного отлеживания, он подготовил плацдарм и идет на жатву. Просто рвать и метать. И следующие несколько секунд будут полны крови, боли и мяса, потому что этот товарищ пришел за своими скайпами. Первый пошел. Второй кемпер пошел. Во, во, вот. А это примеры у нас кемперастов, неправильных снайперастов. Вот так вот. Да, это то, о чем мы говорили и в прошлом видео, и в этом. Они даже резаться не успеваете. Вы посмотрите, какой он кровожадный. Это кемпер, охотник за кемперами. Ну и на этом не заканчивается этот прекрасный ролик. Здесь наш товарищ встречает целый БТР. И даже БТР его не остановит, потому что у него припасено С4. Он взрывает этот БТР, выводит его из строя, но, к сожалению, геройски погибает. Кандидат номер 10. Блэк Гейминг. Это, пожалуй, один из лучших трюков Баттлфилд 4. Также летит на самолете, и концепция та же, что и у Шэдоу Ашкью. Выпрыгивает из самолета, прыгает ему на брюху и кидает С4 в преследователя! В преследователя-истребителя! Вы только на это посмотрите, че он творит! Оседлать свой собственный джет и закинуть С4 прямо в лицо пилоту, преследующего его самолета. Это был топ самых эпичных моментов в Баттлфилд. Выбирайте лучшего и голосуйте. Ссылка на голосование в описании. И, конечно же, присылайте нам свои эпичные, удачные и фейловые моменты в Баттлфилд. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк и рассказывайте друзьям. Всем душевного фана и безумного эпика! Всем пока!